Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Антон Шарапов, продюсер фестиваля Живой Звук. Антон, как вы стали продюсером фестиваля Живой Звук? Ну, в принципе, стало так, что я, в принципе, основатель проекта Живой Звук. Проект Живой Звук это не только фестиваль, вернее. Это и фестиваль тоже, но начинался он в радиопрограмме. Ну и как основатель проекта я, собственно, и с продюсером. Это фестиваль автобический. А антоническая способность у вас с детства? Ну, я не знаю, можно ли это назвать способностью. В принципе, нет, не с детства. Мне это, в принципе, интересно никакого не было. Есть не про детства, да? Это, в принципе, дело случая, когда было, конечно, первое мероприятие, за ним еще и еще, и как-то вот просто втянуло. И впоследствии, спустя несколько лет, так вышло, что я уже быстро могу быть. Пришлось работу бросить, заниматься этим. Чем нам нужно заниматься? Да, много чего. Да, мы хорошо. Много чем. И будем даваться подробностям. А вот какими манерами и вот чертами должен обладать организатор? Хороший организатор. Хороший организатор должен быть, во-первых, креативным, особенно сегодня. Почему? Потому что очень много мероприятий, фестивалей и всего остального, и все какие-то под кальку, да, сделаны. То есть, так или иначе, все фестивали похожи. Мы же пытаемся, не знаю, насколько мы хорошие организаторы, наша команда, да? Но, во всяком случае, мы пытаемся делать что-то немножко с другим творческим подходом, чтобы это все-таки, в любое мероприятие было уникальным. Второе, это должен быть жесткий характер. И третье, это сумасшедшие трудоскоростки, потому что в этом мире нужно работать круглосуточно. Бывает, вы же не высыпаетесь? Да. Бывает такое, что высыпаемся. Да? Бывает. Ну, хорошо. Где-то с первого января по этой, кстати, наверное, кипели. Ну, фестиваль «Живой звук» проводится в первый год. И не тренируете ли вы проводить его чаще, чем раз в год? Чаще, чем раз в год мы его однозначно проводить не будем, потому что это глобальный проект. Так случилось, что нам уже повезло его сделать в этом году международным. У нас будут гости из Белоруссии, гости из Литвы, Латвии и Польши. Помимо украинских групп, туристы будут, в том числе, ездить в страну, ехать на фестиваль. Мы делаем глобальное шоу, очень большое. И, в принципе, мы хотим создать европейские практики, по европейской практике. То есть, это многое. И даже музыкальная программа, которая для нас не есть основным фактором на фестивале, она построена так, что у нас федлайнеры наступают в течение всего дня. Нет такого, что все федлайнеры, как обычно на фестивалях, только под конец. Таким образом, мы делаем весь день интересный. Первый, второй. И второй. Ну, без перерыва. Перерыв на сон, очень понятно. Но, как бы, два активных очень дня. Первый фестиваль, думаю, что нужно сделать все-таки с какими-то паузами. Потому что мы, опять-таки, первый фестиваль. Мы не знаем, как, что пойдет, а у нас нет права на ошибку. Поэтому мы делаем все так, чтобы все было действительно достойно и на уровне. Это очень удачная площадка. Во-первых, площадками у нас в городе, к сожалению, есть проблемы. А это важно? Некоторые. Потому что, так или иначе, их небольшое количество, и все есть, так сказать, нет, как бы, диванса. Да. Я думаю, стадион убытым тем, что он награжден. Он, по сути, находится в двух метрах от микроэпподрома, как очень много. И при этом он находится в стороне чума. Иными словами, когда заходишь первый раз на площадку, на любого стадиона, ощущение такое, будто бы ты вовсе не в Киеве. Это большой, мне кажется, весомый фактор. Особенно для первого фестиваля очень важно провести его в Киеве. Хотя были возможности сделать и в Киевской области, и, в том числе, например, парки Киевской области. Все это время, я подкомплижу каждого конец, с начала фестиваля, вот теперь, вы играете группу. По каким катериям вы играете группу? Бывает так, что вам понравилось, но вы не можете взять группу, потому что ничего не хватает. Чего именно вам не хватает, что вас может остановиться? Скорее всего, самый, наверное, главный критерий и фактор, из-за которого мы группы не берем, как это делать, это уровень профессионализма. Почему? Потому что, к сожалению, все группы, а много раз мы не можем поставить на фестиваль. А группа, которая немножко еще не доработала, немножко, ну вот, не вычищена программа. То есть, у меня есть еще достаточно профессиональные. Мне кажется, это не только будет немножко минус фестиваля, когда не доработала группа, но и минус для самой группы, которая не сможет выйти, и по каким-то причинам волнения, потому что нужно играть в партии, а ребята еще не могут хорошо сыграть. Волнения не позволят им раскрыться. Если не позволят раскрыться, то нет, это будет тоже. Ну, вы понимаете, с молодыми группами, в частности, мы работаем еще с 2013 года, то есть, уже чуть больше двух лет. Вы как молодости со стороны? Да, с 2014 года. Два с половиной года, практически, мы работаем с молодыми группами. Каждый день к нам на почту приходит фульма заявок, или на радиопрограмму, или на фестиваль, или на танцовке. И мы все группы пытаемся слышать, чтобы сделать максимально объективную оценку проявления. Вы много слушали молодых групп, не молодых. Вы можете сейчас дать какой-то совет музыкальный, который начинает, или который уже давно развивается, какой-то такой совет? На ваших выводах, чего не хватает в основном быть? Профессионализме. Не более того, очень многие группы пытаются, к сожалению, кого-то копировать, кого-то уже из известной группы. Но это проходит, потому что в любом случае музыкальный вкус у людей формируется на основании какой-то музыки. Это логично. То есть, кто-то начинал слушать музыку с какой-то группой. Ему так понравилось, что нарешался там сам стать музыкой. В какое-то время, может быть, человек похож, да? На своего примера. Но чего не хватает, это у меня не играть, к сожалению. Но вы не взяли по себе панеры? Нет. У вас нет? Ну, а вот, может быть, партата, да? Вы еще говорили, не на музыканта, а у вас, наверное, был какой-то панер, на которой играл? Ну, мне нравился ряд групп. Это фактически, это липтор Цой Мороза, Гороза, 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 Гороза. Выбор большой. И самое важное для меня, лично для меня, почему я не принимаю динамичные решения на тему выступления групп, потому что для меня самый важный фактор – это текст. Хороший, качественный текст. То есть, к сожалению, у нас в стране я очень редко добавил классный текст. Много интересных текстов, интересной подачи, хорошо написано, не хватает какой-то литературности. Меня удивила, кстати, недавно группа, совсем молодая группа, ребятам по 16 лет, на концерте был. Называются они сейчас «Бой системы». Там очень все сыро. Они, кстати, заявку на фестиваль отдавали. Очень все сыро, еще не сыграны, но у них такие обалденные тексты, что человек… Ну, удивительно даже, что-то написал 16-летний парень. Не бывает, не таланта. Да, да, это, кстати, очень редко для меня, это самое основное. Вы умеетелись на текстах? Немножко, да. Писали, да? Да, да, группа. Вы создавали свои песни, как-то себя, или что-то. А есть такие поэты, на которые вам очень нравятся? Поэты, ну, поэты, понятно, нравится тот же набор, да, Есенин нравится очень сильно, безусловно. Просто из украинского творчества меньше, Есенин – это очень сильно из поэтов. Больше писателям нравится в плане как-то Чехов, я не знаю, Бога, из поэтов музыкальных, из поэтов. Это, конечно, безусловно, мастер слова, это группа Альвиса, это тарцовый, это бета. Это классная тарцовая страще всего. Выходил сейчас к Карбининой. К Карбининой тяжело относиться. Почему? Потому что, в принципе, у нее сама будет интересный стиль. Хотя, когда она появлялась, были моменты, такие споры, которые были, что это, ну, любая зимфина, да. В итоге она показала, что она вполне самобытная, творческая, классная, да, рок-женщина. Хорошо. А вот я видела, что вы к парикотнерами Харли Дэвисон, вы первый раз международно замечаете вместе? Да. Ага. Ну, и как вы относитесь к байкера? Ну, что для вас понравится к байкерам? Ну, байкер – это, в первую очередь, состояние души. Опять-таки, к байкерам я отношусь очень хорошо, потому что это, на любви, серьезная взрослая... Мы знаем, что вы все подмечались с Харли Дэвисом. Я хотела вас спросить, а как вы относитесь к байкерам? К байкерам мы относимся очень хорошо, дружественно, с уважением. Почему? Потому что мы очень давно в принципе сотрудничаем по каким-то моментам, но более, скажем, закрытого типа, да. С Харли Дэвисом мы подружились относительно недавно, именно с компанией Харли Дэвисом. Да, то есть это официальный представитель. И я понимаю то, что в Украине, не знаю, не углублялся в эти вещи, на самом деле не важно. И вот фестиваль «Живой звук», он как раз, ну, у нас первенец, когда мы можем действительно с ними хорошо посотрудничать. То есть сделать что-то такое грандиозное, классное, крутое совместное, да. Ребята на фестивале будут, я не знаю, как это правильно сказать, ну, наверное, делать байк-шоу по себе, да, показывать, ну, мотоцикл Харли Дэвисом, да, известное, всеверное. Вот, и помимо самого шоу, два дня на фестивале, собственно, будет стенд, на котором можно будет фотографироваться с мотоциклами, посидеть на них и вроде бы даже покататься, я не знаю. А на фестивале нельзя сочетаться? Нет, нельзя так, к сожалению. К сожалению, нельзя, почему? Потому что мы думали об этом, очень важно для фестиваля, безусловно, наличие палаточного городка, но в данный момент мы все-таки решили с этим не экспериментировать. То есть первый год фестиваля, мы хотим сделать все действительно на уровне, без инцидентов, тем более, что только первый фестиваль у нас нет права на ошибку. Соответственно, мы сделаем все максимально классно, уже как получается по временем. А какие у вас музыкальные предпочтения? Да нет музыкальных, почти. Есть музыка, правильно говорят, и многие так говорят, музыканты, которые особенно известны, они говорят так, что не бывает рок, не рок, еще что-то, бывает музыка, которая цепляет и не цепляет. Вот и все. Когда письма цепляет, решительно не важно, что это, народ, народ, да? Ну, для меня лично важен пекст, любая письма. Так, говори. Здравствуйте. Сейчас. Фокус. Стефа. Вывышен! Во HTT. Ух. Продолжение следует...